При работе на челноке, то есть челночные подскоки, передвижения, да. Жесткая стопа, жесткая стопа, она позволяет вам вытолкнуть свою массу, дать это вращение. Мягкая стопа, пускай колени согнут, ты все равно не будешь заваривать. Именно жесткая стопа не дает твоей массе. Мягкая стопа, вот начинается болтанка, либо с ноги на ногу, и она не может удержать твою массу. То есть не происходит остановка, ну как буферная зона, как бы остановка, когда вот как феску, как на краш-тестах машина ударяется в бетонный блок. Вот так же ваша масса эта нога удержит напряженный голеностоп, даст возможность вам не завалиться. И тогда вы сможете толкнуться ногами, развернуть. Мягкая стопа не дает вам вытолкнуть свою массу на прыжке, на движении вперед. Тогда что будет делать мозг? Нет, вы ударите, конечно же. Но при этом, при мягких ногах мозг посадит, опустит ваш, он опустит центр тярицы, чтобы тушка хозяина не упала. Поэтому жесткий голеностоп, да, и на полной стопе можно. Просто ставлю, выпрямляю. Но именно работа в челноке. Жесткий голеностоп не просто пятками не касаюсь, а не опускаю пятки. Шире, ниже, я коленями сделаю. Я голеностопом выключаю мышцы бедра, сухожилия только работают. Подбой идет. И именно жесткая стопа удерживает меня от провала, от потери равновесия. В этом направлении, естественно. Почему? Потому что у меня не работают. Когда я работаю, я уже говорил, да, работая на жестком голеностопе, у меня выключаются мышцы. У меня работают связки и сухожилия. Часами могу прыгать. Тем более резкое движение, смена короткая, резкая короткая смена направления. Да, и мышцы бедра не работают. А если голеностоп расслаблен, и вы опускаетесь, то вот этим коротким рычагом вы не можете всю свою тушку выталкивать. Поэтому включаются мышцы бедра. А мышцы бедра небольшие, да? И кислородом их прокачать тоже надо много. Вот и все. Меньше устаете. Кажется, как будто бы работа в селноке. На самом деле, запрягая голеностоп, вы устаете меньше. Работа в селноке. Все, пользуемся, ребят. Поехали. Пошли!